Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Здесь совершенно точно будет интересно. Мы говорим здесь с вами о разных важных вещах, которые происходят в России и в мире. И этот цикл передач, который полюбился нашим зрителям, возможно, самый популярный сейчас на моем канале, про то, как разваливался Советский Союз глазами очевидца. Мы вот уже сделали для вас несколько выпусков о Михаиле Горбачеве, об августовском путче 91-го года. О референдуме о сохранении СССР, который прошел в марте этого же года. И о том, что из себя представляла советская экономика. Обязательно их пересмотрите, если вы еще не успели этого сделать. Ну и вот мы формируем, наверное, план дальнейших выпусков во многом по вашим пожеланиям. Я вижу, что вы мне пишите в личку, пишите в комментариях, о каких сюжетах вы хотели бы поговорить. И, конечно, один из важных вопросов, который наши зрители просили нас здесь осветить и обсудить, это пресловутая война в Афганистане, которая считается, ну, во многих разговорах, называется, как одна из главных причин крушения Советского Союза. Вот мы сейчас с вами обсудим, так это было или нет, что из себя представляло, почему началась и какие последствия для СССР несла вот эта пресловутая афганская война. Но здесь я сразу хотел, предвосхищая события, сказать, что я не сторонник вот этих теорий. Вы часто их можете услышать, что СССР обрушило какое-то одно событие. Вот кто-то называет в этом плане катастрофу в Чернобыле, кто-то войну в Афганистане, кто-то падение мировых цен на нефть, там кто-то гонку вооружений, кто-то антиалкогольную кампанию, которую устроил Горбачев. Я не сторонник такого подхода, чтобы считать крах СССР следствием какого-то такого одного, пусть и очень важного и серьезного события. Более того, такая теория, она, на мой взгляд, нас уводит от реальности и, в общем, поддерживает эту мифологию, чтобы был какой-то крепкий такой СССР, которым вот еще жить и жить. Но тут пришел злой Чернобыль, пришел злой Афганистан, и вот из-за этого все рухнуло. В нашей прошлой передаче о советской экономике, которую я вообще считаю мифом и бутафорией, ее на самом деле экономической системы в современном понимании в СССР не существовало, я вот в прошлой передаче вам объяснил, что крах СССР был таким системным явлением, который был следствием того, что вся эта модель, она абсолютно была нежизнеспособной и не соответствовала принципам устройства современного мира. Скорее всего, она даже рухнула бы, может быть, еще раньше, если бы не вот эта пресловутая западно-сибирская нефть, которая обрушила на нас поток легких нефтедолларов в 70-е годы. Мы обо всем этом рассказывали, пересмотрите. Ну и вот если говорить обо всех этих катастрофических событиях позднего СССР, то, скажем, вот говорят там про Чернобыль, ну, например, в Америке за 7 лет до Чернобыля была катастрофа на АЭС в Тримайл-Айленде и ничего штаты от этого не развалились. Кстати говоря, вот 9 лет назад в Японии произошла еще более серьезная катастрофа на АЭС Фукусима и тоже Япония как бы стоит, существует, функционирует. Мы, кстати, недавно ее подробно обсуждали на нашем канале, можете тоже пересмотреть. Ну или, скажем, падение цен на нефть, но ведь в мире полно нефтедобывающих стран. От Канады до Саудовской Аравии они все тоже пострадали от краха мировых цен в 80-е годы, но никто из них не рухнул. Поэтому вот, что касается афганской войны, только что Америка, вот буквально незадолго до вторжения СССР в Афганистан, Америка закончила многолетнюю кровавую войну во Вьетнаме. Это был тяжелый конфликт с ужасными последствиями, в том числе и для самих США. Но США не развалились от этого. Поэтому вот, прежде чем мы подробно поговорим об афганской войне, я хотел бы развеять вот эту мифологию о том, что якобы был какой-то один такой гвоздик, который вынули из всей советской конструкции, и она рухнула. Нет, ребят, это просто конструкция была не предназначена для нормального существования сама по себе. Она искусственно поддерживалась насилием, принуждением и должна была рухнуть рано или поздно. И в этом плане, когда говорят об экономических последствиях афганской войны, я тоже не могу сказать, что они были какие-то особенно большие. Эту информацию, кстати, очень трудно найти. Вообще все советские бюджетные сюжеты, тем более военные расходы, были строго засекречены. Но я всем вам рекомендую, вообще, кстати говоря, вот если обсуждать экономику и финансы позднего СССР, почитать книжку Сергея Синельникова «Бюджетный кризис в России 85-95-го годов». Она есть в открытом доступе на сайте Института Гайдара. Сразу предупреждаю, я далеко не совсем там согласен. То есть мне не нравится оценка Сергея Синельникова, что до 80-х годов бюджетная система и госфинансы Советского Союза были якобы довольно стабильны. Я считаю, что это была бумажная стабильность, на самом деле, которая просто прикрывала неработающую экономику, о которой мы вам в прошлый раз рассказывали. Но это другой вопрос. Главное, что, в принципе, это одно из немногих мест. Это книжка Сергея Синельникова, которая дает оценку экономических последствий войны в Афганистане и в целом эскалации напряженности в отношениях с Западом в 80-е годы. Вот Синельников говорит, что эти факторы в совокупности, их довольно трудно разделить, что там было, что. Ну, как бы в совокупности они увеличили нагрузку на бюджетную систему примерно на 0,5-0,7% ВВП. То есть это, в общем, немного. Поэтому говорить о том, что война в Афганистане была какой-то чрезмерной такой экономической ношей для Советского Союза, ну, это неправильно. Конечно, плохо, что она принесла дополнительные расходы, но там не в экономике было дело, не в каких-то катастрофических экономических последствиях, которые что-то обвалили, а вот в чем. Давайте мы с вами это обсудим. Ну, и все-таки, конечно, стоит начать с причин. Вообще, зачем СССР полез в Афганистан? Зачем нужна была эта война? И что стояло за вот этим решением ввести туда войска? И почему мы их потом так долго выводили? Вот давайте для начала поговорим обо всем этом. Итак, зачем СССР полез в Афганистан? Ну, вот прошло уже больше 40 лет с начала этого вторжения. И, откровенно говоря, такого внятного, очевидного ответа на этот вопрос не существует. И когда вы начинаете с кем-то разговаривать или читаете мемуары, какие-то оценки историков, то там начинается повторение вот этих всех пропагандистских попугайных штампов, которые мы слышим сегодня. Ну, кстати, в 80-е годы советская пропаганда буквально вот такими фразами отделалась, что, типа, если бы не мы, то там были солдаты НАТО. Это, в принципе, любой бред, любую глупость можно объяснить. Многие юмористы сейчас в сети, собственно, так и делают. Да, что если бы мы не сделали вот эту глупость или другую глупость, то там сейчас были бы солдаты НАТО. Ну, нам так буквально объясняли, то есть за этим следует какая-то цепочка таких путанных рассуждений о том, что вот нам якобы для собственной безопасности нужно вокруг своей территории создавать вот систему таких буферных государств. Типа, значит, что вот если будет между нами и врагом там условно какая-то прослойка, то что, вот это как бы большой вопрос, да, пока, значит, армия врага нападет на эту буферную страну, у нас там, например, будет больше времени подготовиться. Ну, я понимаю, вы смеете сейчас, да, потому что все это идиотизм, и, во-первых, ну, мы все понимаем, что современные войны так не ведутся. Современные войны ведутся прежде всего с воздуха, а вот это вот, значит, представление, там, 19-го и 18-го века, что вот армия Наполеона захватила, значит, Аустерлиц, потом она марширует, значит, по полям и лугам через Пруссию, потом она, значит, марширует в Россию. Ребят, ну, блин, ну так не ведутся войны уже давно, да. Мы находимся в современной ситуации, когда есть там ракеты, авиация, дальнобойное высокоточное оружие. Вот это вот представление, что, значит, какая-то армия будет к нам вот так вот шагать через буферные страны, ну, это все элемент безнадежного прошлого. Более того, это как бы отдельная большая тема, мы о ней поговорим на нашем канале, но важный момент, и вот все, что я расскажу о войне в Афганистане, этот тезис подтверждает, что вот все эти попытки создать вокруг себя какие-то буферные государства, которые вас бы защищали от возможного нападения, да, они в итоге всегда оборачиваются большей головной болью и большими проблемами. Потому что эта воронка вас засасывает. Вы начинаете воевать там для того, чтобы добиться установления контроля в этой буферной стране. Там появляется какое-то марионеточное правительство, которое просто ведет свой бизнес на том, чтобы высасывать из вас ресурсы. Это превращается в бесконечную для вас головную боль. Ну, я не знаю, как это выглядит, вы можете увидеть на примере современных, так называемых ЛНР и ДНР на Донбассе, да. Абсолютно ровно точно такая же схема, куча проблем, головная боль, жертвы, потери огромной финансовой ресурсы, цель непонятна. Таким образом, вот эта вот концепция буферных государств, по сути, не работает, это уже многократно доказано. Они сами, попытка их сформировать превращается в гораздо большую проблему, чем вот эта вот гипотетическая угроза, что армия Наполеона через Аустерлиц в обход пройдет вот афганскими горами и ударит вас с подбрючья. Это все полностью, это полный идиотизм, это полностью не соответствует, в принципе, модели устройства современного мира, в том числе и вот характеру современных военных угроз, которые были и есть там в конце 20-го, в начале 21-го века. Таким образом, ну вот то, что мы слышим, такое конвенциональное объяснение, что нам нужно было создать буферное государство, чтобы что. Ну вот традиционно она используется без подробного обсуждения, а зачем и в принципе жизнеспособный вот такой взгляд на мир и на обеспечение нашей безопасности. То есть, как бы идея идиотская с самого начала, как мы увидели вот на примере афганской войны, она не сработала и принесла Советскому Союзу больше проблем. Но, понимаете, вот у меня ощущение такое, что все эти объяснения, значит, геостратегические, что вот там мы должны создать здесь зону контроля, чтобы враг что-то там не смог, да. У меня ощущение, как у человека, который, в принципе, рано заинтересовался политикой и наблюдал за всем этим в 80-е годы, что это все было, в общем, придумано потом. А на самом деле СССР ввязался вот в Афганистан по совсем другой причине, которую не очень любили и хотели обсуждать, и не хотят этого делать, кстати говоря, и сегодня. Но потом для того, чтобы прикрыть свои косяки, придумали вот эти какие-то не очень убедительные, но такие вот геостратегические объяснения про там противоборство держав, буферное государство и так далее. Вот в чем эта конкретная причина советского вторжения в Афганистан, вот мы сейчас с вами об этом и поговорим. Знаете, тут есть такая вот смешная штука. Дело в том, что вот в 80-е годы, когда вся эта война шла, и я начал там, будучи там школьником, пионером, пытливо разбираться в том, что на самом деле происходит, продираясь через вот эту бетонную стену советской пропаганды. И знаете, вот что в советской пропаганде всегда очень интересно, да, и я всегда советую вам искать там вот эти вот трещинки в стене, да. Там все здорово, мы героические, мы всех победили, все нас уважают, все нас боятся. Но есть какой-то один конкретный вопрос, о котором почему-то вот пропаганда очень-очень не любит говорить и очень злится, когда его задаешь. Это вот много в чем такие вещи можно выловить. Для меня было шоком, например, в свое время, ну вот один из известных эпизодов, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, это была вот в первые часы героическая оборона Брестской крепости от немецких захватчиков. Про это написано много, это считается одним из таких вот ярких эпизодов героического сопротивления нацистским оккупантам, и действительно, это был эпизод очень героический, но там вдруг возникал один конкретный вопрос, что оказывается немцы брали эту крепость за вот минувшие два года уже второй раз. И ты начинал разбираться вообще, как она отказалась, эта Брестская крепость, под контролем у Советского Союза, и выяснялось, что эта Брестская крепость была на территории Польши, на которую Гитлер напал в 1939 году, потом немцы штурманули ее в сентябре 1939-го, захватили, и вот эту захваченную у поляков Брестскую крепость передали Советскому Союзу. В рамках соглашений по пакту Молотова-Риббентропа, тогда СССР и нацистская Германия были союзничками. И вот как бы начинал задавать эти вопросы, и это ужасно не нравилось всем официальным лицам, они говорили, слушай, вот тебе можно читать только про героическую оборону Брестской крепости. Про вот это все остальное, куда ты лезешь, мальчик, тебе читать не надо. И ровно такая же история была со вторжением в Афганистан, потому что у нас весь наш официоз и армия, они очень любят говорить про вот этот героический штурм дворца Амина, руководителя Афганистана в декабре 1979-го года. Наш спецназ героически взял блестящие операции, штурманули дворец Амина и сместили, значит, вот там какого-то нехорошего диктатора. Ну и у меня, когда я это все слушал, возникал логический вопрос. Слушайте, а кто такой этот Амин? Давайте-ка разберемся, расскажите мне, пожалуйста. И вот здесь я слышал то же самое. Наглухо закрывался, значит, этот домик улитки. Мне говорили, что это не мое дело, я лезу никуда-то не туда. И я просто чувствовал, что я вот что-то здесь такое раскопал, что это был за страшный Амин, которого надо было убрать. Ну, поскольку я был такой советский ребенок, который розыгрыш со всей этой пропагандой, ну, я думал, что, наверное, этот Амин – это какой-то ужасно злой капиталистический диктатор, которого поддерживает злая Америка, значит, финансирует ЦРУ, и он там творит всякие злодейства и убивает кучу людей. И в процессе выяснилось следующее, что этот Амин действительно был очень жестокий диктатор, что он действительно творил много злодейств, что он поубивал кучу людей, но он был совсем не капиталистический диктатор. И он поддерживался совсем не Америкой и совсем не ЦРУ. Вот давайте я расскажу вам об этом чуть подробнее. Итак, леди и джентльмены, мальчишки и девчонки, знакомьтесь. Вот этот красавчик – это Хафизулла Амин, диктатор Афганистана в 79-м году и лидер так называемой Саурской Апрельской революции, которая случилась вот за чуть меньше, чем два года до советского вторжения. Что это была за революция? Это была коммунистическая революция, марксистская революция, которая была осуществлена Народно-демократической партией Афганистана, которая поддерживалась Советским Союзом и была частью вот этого всего коммунистического интернационала. Там мы не будем углубляться в историю. Там действительно, ну как во многих странах Азии, был довольно неприглядный режим Дауда до того, как в апреле 78-го года вот эта революция случилась. Были волнения. Этими волнениями воспользовались афганские коммунисты для того, чтобы захватить власть. И к власти пришел их лидер вот этой Народно-демократической партии Афганистана Нур-Мухаммед Тараки, а заместителем его вице-президентом был вот этот самый Хафизул Аамин. Таким образом, вот тот режим, который существовал в Афганистане около двух лет до советского вторжения, это был один из классических таких марксистско-ленинских режимов. Народно-демократическая партия Афганистана это были вот такие реально марксисты по книжке, которые начали тут же осуществлять в Афганистане очень жестокие реформы вот по классике, как у Маркса, Энгельса и Ленина все это было описано. И это очень быстро привело к огромной дестабилизации и фактически гражданской войне на всей территории Афганистана. Вот Хафизул Аамин был одним из лидеров этого процесса, он был убежденный радикальный марксист и, кстати говоря, большой сторонник Иосифа Виссарионовича Сталина. В кабинете Хафизул Аамина висел портрет Сталина. И когда даже советские представители выговаривали ему за чрезмерную жестокость в насаждении коммунизма и в репрессиях против собственного народа, Амин показывал на портрет Сталина и говорил, вот товарищ Сталин научил нас, как построить социализм в отсталой стране. Вот очень важно понимать, что Амин и его товарищи афганские коммунисты натворили там, что вот собственно и составляло вот всю авансцену перед советским вторжением. Во-первых, они устроили совершенно беспрецедентные, невиданные в истории Афганистана политические репрессии. Точное число убитых неизвестно, но есть оценки, что число жертв коммунистического режима Тараки Амина в Афганистане за год с небольшим составило 27 тысяч человек. 27 тысяч человек. Они специально настроили тюрем, поместили туда всех своих политических противников и расстреливали без суда и следствия. Это была не такая вот кровавая история, как была в Кампучи у диктатора Пол Потта, где реально там счет шел на миллионы погибших в результате вот этой всей насильственной коммунизации. Но почти. Я хочу сказать, что Хафизула Амин, это вот возможно, его стоит рассматривать как такого Пол Потта-лайт. То есть по степени брутальности к собственному народу. В общем, это все мало знало исторических прецедентов в регионе. Кроме репрессии, они провели вот такую натуральную коллективизацию и конфискацию сельскохозяйственных земель вот в духе коллективизации по Сталину. Просто отобрали землю насильно у всех крестьян. Кроме этого, они еще под предлогом борьбы с ростовщичеством. Вы знаете, у нас вот многие наши в России всякие сетевые коммуняки требуют отменить судный процент. Это основа нормальной рыночной экономики. Это коммерческий кредит. Ну вот коммуняки любят с этим всем делом бороться. И они запретили кредитование под видом борьбы с ростовщичеством. Таким образом, Афганистан, понятное дело, была в основном аграрная страна. Они отобрали у крестьян землю. И они лишили их доступа к кредитованию. Ну страна просто вся восстала. То есть вот к моменту, например, декабря 79-го года, когда Советский Союз в Афганистан вторгся, тут примерно две трети афганских провинций уже бунтовали. Там шла полноценная реальная гражданская война. Хотя при всех проблемах, которые там были до этого, в общем, такого ужаса не было. То есть за год с небольшим своего правления коммунисты афганские убили кучу народа, отобрали у крестьян землю, фактически парализовали их нормальную экономическую деятельность. Буквально за год с небольшим страна стала полыхать. И там шла полноценная гражданская война, охватившая большую часть территории страны. То есть это превращалось все в такую реально огромную головную боль, в том числе для Советского Союза, который понимал, что в силу своего патронажа над этими афганскими коммунистами он несет определенную ответственность за то, что там происходит. И фактически, если вы там почитаете документы Политбюро, обо всем этом там прямо говорится. Там не говорится о том, что в результате прихода коммунистов и марксистов власти в стране начался трэш и ад. Нет. Но там говорится о нарастающих проблемах, которые имели понятное происхождение, которые, в общем, требуют серьезного внешнего вмешательства. Иначе будет дестабилизация. Иначе афганский народ, который был просто дико разгневан вот этим произволом афганских коммунистов, он просто восстанет, снесет этот коммунистический режим, и там будет что-то некоммунистическое. То есть Советский Союз потеряет контроль над этой территорией. Почему? Потому что его друзья, афганские марксисты, во главе с Таракией и Хафизолой Амином, устроили там такой трэш и ад, что просто через шаг афганский народ должен был всю эту братью снести. Вот здесь, таким образом, очень важная история, что вторжение СССР в Афганистан, как бы вам сейчас там геополитически его не объясняли, вторжение СССР в Афганистан, в общем, носил очень простой характер. Советские власти поняли, что им придется подчищать дерьмо за вот этими своими рогатыми чертями, серпом и молотом, которые по всем заветам Маркса и Ленина пришли к власти и просто погрузили целую страну в хаос. Как это многократно происходило после всяких коммунистических революций во многих странах мира. Что бы вам сейчас не рассказывали про геополитику, это все вранье и чушь, потому что если посмотреть на документы политбюро ЦК КПСС и посмотреть, как реально развивалась ситуация, СССР фактически спасал свое влияние в Афганистане после того коллапса, к которому это привели вот за год с небольшим нахождением власти их союзнички, афганские марксисты, ленинисты, во главе с Хафизулу и Амином. Ну и на закуску Амин был не просто человек, который поклонялся Сталину, был ответственен за десятки тысяч политических убийств и человек, который провел в Афганистане экономические преобразования, приведшие к полному коллапсу, изъятию земли у крестьян и параличу экономической деятельности. Он был еще очень добрый мальчик, вот, например, своего босса и престарелого лидера афганских марксистов-тараки, он в итоге не просто отстранил от власти, но убил. В буквальном смысле задушил подушками и по, значит, следующей ступеньке иерархии, поскольку он был фактически вице-президентом вот этого коммунистического Афганистана, он пришел к власти в сентябре 1979 года. И вот, собственно, непосредственный контекст советского нападения на Афганистан он стоял в том, что они хотели вот именно этого Амина отстранить от власти. Ну, как они объясняют, опять, популярное геополитическое объяснение, что Амин начал пытаться вести переговоры с другой стороной, с Ираном, Пакистаном и в том числе с Соединенными Штатами. И советские власти очень боялись, что Амин вот так вот крутанет хвостом, быстро сменит курс, как вот незадолго до этого сделал преемник Нассера в Египте Анвар Садата, о котором мы вам здесь рассказывали. И Египет просто, то, что называется, овернайт сменил на 180 градусов курс с просоветского на проамериканский. Да, они боялись повторения такой истории в Афганистане, но я считаю, что это не очень серьезно. Потому что, да, Хафизул Амин пытался делать заходы в сторону Америки и как-то с ней помириться. Но американцы категорически это отвергали, потому что считали, я уверен, что не безосновательно, считали его причастным к похищению и убийству в начале 79-го года американского посла в Афганистане Адольфа Дабса. Его взяли в заложники, потом убили. Американцы не стали воспринимать всерьез попытки Амина сближаться с ними, потому что считали его ответственным за это убийство. Еще раз думаю, что это было действительно так. Я абсолютно уверен, что реально смещение Амина советами было вызвано не столько опасениями, что он начнет с кем-то налево ходить, дружить, сколько тем, что они понимали, что нахождение этого брутального человека у власти, Афганистан погрузит еще больше хаос и, скорее всего, через шаг приведет к полной потере власти афганскими коммунистами. Они будут сметены, и там придут какие-то другие силы, которые уже будут не так дружественными Советскому Союзу. То есть, СССР в Афганистане, вот что бы вам ни рассказывали про там буферное государство, про боязнь ухода Афганистана в другую политическую орбиту, СССР просто подчищал за собой косяки. Косяки за своими ставленниками марксистами-ленинистами, которые буквально за год с небольшим разрушили целую страну, вызвали там гражданскую войну, и в итоге к власти из них пришел самый кровожадный Хафизул Амин, который убил своего начальника, задушил его подушками, и, скорее всего, его правление привело бы просто к спиралевидному сползанию Афганистана в хаос. Кстати говоря, и вот это очень важно и имеет прямое отношение к событиям сегодняшнего дня. Прежде чем ввести в Афганистан войска, штурмовать дворец Амина и свергнуть его, отстранить от власти, что пыталось делать руководство Советского Союза? Оно пыталось Амина отравить, причем сделать это дважды. Сначала они попытались его за обедом отравить в сентябре 1979 года, но тогда его спасли советские врачи, которые, внимание, не знали, что Амин был отравлен в результате спецоперации КГБ СССР, и честно пытались спасти ему жизнь. И спасли. Вам это ничего не напоминает? Вот если смотреть на буквально свежие события сегодняшнего дня. Ну и была вторая попытка отравления, им удалось заслать к нему, это как бы уже официально признанно, это факт, который вот даже сейчас признает и печатает пропутинская пресса. Они заслали к нему во дворец под видом повара, сотрудника КГБ, которого звали Михаил Талибов, который вот в день, когда начинался по плану штурм Дворца Амина советским спецназом, за обедом был отравлен и сам Амин, и еще куча народу, которая вот обедала там вместе с ним. Таким образом, в общем, когда начался вот этот пресловутый штурм, они уж были никакие, Амин еле шевелился. Ну, они просто его взяли и убили, расследовать это дело, естественно, никто не стал. Кстати говоря, кто стоит за двумя попытками отравления Хафизулы Амина? Наш старый знакомый Владимир Крючков, тогда глава первого управления КГБ СССР, который потом возглавил комитет госбезопасности и был, как мы вот здесь вам рассказывали, одним из лидеров, фактически главным идейным вдохновителем августовского путча 91-го года. Ну, а, собственно, вот мы говорили вам о том, что вообще-то назначение Крючкова зампредом КГБ СССР произошло сразу после и было, наверное, напрямую связано с известным отравлением в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова, который был отравлен рецином, находившимся в зонтике. Маркова укололи зонтиком. Через пару недель Крючков пошел на повышение. Вот он же руководил операциями по попытке отравления Хафизула и Амина. Ну, вот такие все они милые ребята, все эти коммунистические вожди. Господи, как здорово, что все это наконец закончилось и, в общем-то, почило где-то в недрах истории. Ну, вот мы поговорили о причинах начала этой афганской войны. Собственно, еще раз подытожим. СССР спасал свою репутацию, которая была напрочь разрушена вот в стране, где его любимые марксисты-ленинисты все-таки дорвались до власти, убили кучу народа, превратили экономику в полный трэш. И это все грозило потери и влияния. Это была такая интервенция спасения для того, чтобы, в общем, как-то окончательно поддержать свое лицо на фоне этих всех кровожадных, кровавых ублюдков из афганской компартии, которая называлась народно-демократической. Но давайте поговорим о последствиях этой войны. Вообще, вот просто если смотреть даже на цифры, то они, конечно, абсолютно ужасные, еще более ужасные, когда осознаешь, что это все, в общем, было ни за чем не нужно. То есть, эта война была ни за чем, ни о чем, без причин, без повода. И вот без причин и без повода убили огромное количество людей. Наши военные потери в Афганистане по официальным данным составляют 14 тысяч человек убитыми, по некоторым оценкам 26 тысяч, возможно, еще больше, 54 тысячи раненых. Конечно, самый тяжелый удар пришелся по афганскому населению. Нет точной оценки окончательных жертв этой войны, но цифры существуют от 500 тысяч убитых до 2 миллионов человек убитых на этой войне. Огромное количество беженцев, общее число перемещенных лиц порядка 7 миллионов, в том числе 5 миллионов за пределы Афганистана. Ну и несколько десятков тысяч человек еще погибло вот из воюющих сторон собственно среди афганцев и афганской армии и маджахедов. В общем, огромное количество жертв, огромное количество беженцев. Зачем это все непонятно? Это, конечно, очень тяжелые последствия психологически имело для советского народа, который вот средь бела дня там как гром среди ясного неба с этой войной столкнулся. Но на самом деле, вот как я уже говорил, вот у этой войны не было каких-то таких глобальных последствий финансо-экономического плана. Еще раз вот общая оценка возможных дополнительных транс из этой всей авантюры, ну где-то там полпроцента, может быть, один процент ВВП. Ничего такого, что могло бы обрушить Советский Союз. Но, тем не менее, вот несмотря на отсутствие таких ярко выраженных экономических последствий, очень серьезные фатальные последствия для Советского Союза от Афганской войны, они все-таки были. И это две группы последствий. Первое, это полная международная изоляция, в которой СССР оказался после того, как начал это вторжение. И это, конечно, очень тяжелые последствия внутри политического плана, потому что наш народ отвернулся. Фактически, это было ключевым фактором того, что люди отвернулись от поддержки коммунистической системы. То, что 10 лет шла вот эта непонятная, очень тяжелая убийственная война, которая касалась очень многих в нашей стране. Потеря доверия КПСС из-за этой войны была очень серьезным фактором общего ухода россиян и жителей нашей страны от поддержки действующей власти. И, в общем, того, что в итоге КПСС в конце 80-х, в начале 90-х сильно ослабла и вынуждена была власть уступить. В 80-е годы не было социологических опросов в привычном нам сегодня понимании, но, тем не менее, в конце вот этого десятилетия, в начале 90-х уже социологические службы начали работать, были некоторые данные. И вот, кстати говоря, в динамике Левада-центр, который вырос из тогдашнего ВЦИОМа, работавшего в 80-е годы, Левада-центр не так давно опубликовал такие динамические таблицы о том, как менялось представление жителей нашей страны об афганской войне. Так вот, обратите внимание на цифры опросов конца 90-го, начала 91-го года, то есть, это на самом излете Советского Союза 88% опрошенных, подавляющее большинство, выступали с таких позиций, что России нечего было делать в Афганистане, и начало этой войны было ошибкой. Только 3% поддерживали войну в Афганистане, которую развязала КПСС. И 69% называли афганскую войну преступлением, то есть, еще раз, это более двух третей населения считали, что руководство КПСС осуществляет преступную авантюру в Афганистане. Кстати, интересно, если вы посмотрите на эти таблички Левады, вы видите, что цифры изменились, и число сторонников войны в Афганистане вот сейчас, в 2020 году, выросло примерно до четверти населения, соответственно, уменьшилось число тех, кто считает это ошибкой и преступлением. Ну, это вот прямое следствие того, как загадили мозги нашим гражданам пропагандой, мы это все вернем обратно и расскажем о том, что это на самом деле было, но вот просто людям сейчас вживили микрочип в голову, что типа раз начальство что-то делает, то это значит оно право и по определению не надо задавать ему лишних вопросов. Это вот суть той пропаганды, которую льют на голову россиянам все эти путинские телевизионные помойки уже много лет. Вот, к сожалению, есть и такие результаты, но, тем не менее, большинство все равно считает афганскую войну ошибку и преступлением. Мы обязательно все эти цифры вернем назад и всю правду до россиян доведем, но просто чтобы вы понимали масштаб неприятия этой войны в конце 80-х, начале 90-х годов, социология была для КПСС просто убийственная, практически все население страны было категорически против того, что КПСС створило в Афганистане. Ну, и в целом я хотел просто описать свои ощущения, моих родственников, знакомых в 80-е годы, потому что мы, конечно, все время об этом говорили, потому что люди понимали, что вот где-то недалеко от нас идет такая очень большая кровавая война, которая может коснуться каждого, и в том числе наших семей. И, кстати, я хочу сказать, что вот я жил в Москве в 80-е годы, и ну, не было ни одной семьи, у кого не было бы либо родственников напрямую в Афганистане, которые служили или даже погибли, либо знакомых, то есть все знали кого-то лично, кто был там, или кто-то даже там погиб или был ранен. Настолько это все широко охватывало советское общество, ну, что вы хотите, там, 115 тысяч, хотя власти называли это такая пресловутая известная формулировка ограниченный контингент советских войск в Афганистане, но этот, извините меня, ограниченный контингент 115 тысяч на пике составлял, то есть постоянные ротации, там были реально сотни и сотни тысяч военнослужащих, которые прошли через эту мясорубку, вот, вы наверняка смотрели фильмы режиссера Алексея Балабанова, он часто говорил об афганской теме, он сам служил там, конечно, вот, такой, самый жесткий фильм это Груз 200, но, может быть, все было не настолько вот мрачно, Балабанов передает вот это ощущение постоянной тревоги и ада, соприкосновения с какой-то войной, то есть, еще раз, все-таки наша страна была очень сильно травмирована гитлеровской агрессией и Второй мировой, да, и это была первая крупная война с участием там, большого числа наших граждан после 45-го года, вот это очень важно понимать, да, что у нас все время, вот, после Второй мировой войны, у нас все время в обществе был вот такой тревожный градус ожидания, что сейчас начнется какая-то новая мясорубка и вот она в итоге началась и мясорубка, как мы рассказывали вам на цифрах, была такая очень-очень конкретная, причем, с другой стороны, коммунистическая власть вообще же ничего не рассказывала нам об этом, то есть, мы все знали, что где-то идет такая страшная война, куда могут забрать вот там любого из нас, я, например, мне на момент вывода войск из Афганистана исполнилось 17 лет, у меня уже было в кармане приписное судейство из военкомата, еще бы, например, если наши там на год-два позже вывели войска, у меня были бы все шансы вот реально туда загреметь, и, например, среди родителей мальчиков там школьного и дошкольного возраста это была такая очень тяжелая тема в разговорах, как сделать так, чтобы не попасть в Афганистан и не погибнуть ни за что, но советская официальная пропаганда вот ничего об этом не говорила, то есть был такой реальный информационный вакуум, мы понимали, что происходит что-то страшное, но от нас это прятали, не то, чтобы они совсем не говорили об войне в Афганистане, но они как бы сообщали это в новостях как, что вот там находится, значит, там наш ограниченный контингент, нас стража мира, все классно, какие-то мудаки напали на какую-то деревню там, но наши воины героически этих мудаков отбили, все под контролем и в общем ничего такого не происходит, то есть вот эта подача информационная она была совершенно несообразна и вот реальному масштабу проблем, которые вся страна уже знала, вот тогда как раз был еще один повод убедиться, насколько вот это сарафанное радио, когда люди просто сами из уст в уста передают информацию, имело гораздо более важное значение, чем вся официальная пропагандистская машина, вот война в Афганистане это был один из важных моментов, который научил нас просто вот допеченок понимать, что вообще нельзя верить официальной пропаганде, что мы им не интересны, население, советские люди им не нужны, они решают какие-то свои геополитические задачи и даже правду нам не удосуживается говорить о том, что происходит, а мы знаем, что происходит много страшного и постоянно приходят вот эти гробы, постоянно приезжают раненые, постоянно есть риск, что ваших сыновей туда заберут и там убьют, вся страна была этим очень сильно напряжена. Вот на этих супермассовых демонстрациях против КПСС, которые начались в конце 80-х годов, лозунги против афганской войны были очень-очень заметны, при том, что тогда она была уже на излете, войска выводились и в общем-то уже там протестовать было особо против нечего, но тем не менее люди выходили с лозунгами против афганской войны, против возможного повторения таких событий и очень популярной стала тема осуждения тех, кто был замешан вот в этой преступной авантюре. Вот давайте посмотрим, это очень важный эпизод вообще в нашей истории, выступление академика Андрея Сахарова на первом съезде народных депутатов СССР в мае 89-го года, где он прямо называет афганскую войну преступной авантюрой, тогда это в прямом эфире видела вся страна, и конечно мы с этим всем были абсолютно солидарны. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюрой, предпринятой предпринятой неизвестно кем, неизвестно кто несет ответственность за это огромное преступление нашей родины. Это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев, против целого народа велась война на уничтожение, миллион человек погиб, и это то, что на нас лежит страшным грехом, страшным упреком. Мы должны смыть из себя именно этот позор, этот страшный позор, который лежит на нашем руководстве, вопреки народу, вопреки армии, совершило этот акт агрессии. Таким образом, очень важный момент, что эта война способствовала полному разрушению поддержки действующей власти. Если кто-то верил в идеи коммунизма, социальной справедливости и прочую херню, которая нас пичкала советская пропаганда, то афганская война очень серьезно подточила эту веру даже у самых лояльных людей. Я говорил цифры соцопросов, 88% против, 69% считают войну преступлением. Это говорит о том, что КПСС сотворила что-то такое, за что собственное население от нее окончательно отвернулось. Поэтому, на мой взгляд, эта штука гораздо важнее экономических последствий и каких-то прямых финансовых расходов на войну. Гораздо важнее было то, что афганская война разрушила авторитет КПСС. Мы все 80-е понимали, что они ввязались в какую-то адскую международную авантюру, где гибнет огромное количество наших людей, у этого нет ни конца, ни края, никаких-то внятных причин, и они нам ничего не говорят, все время врут. Ну, как можно было любить такую власть? Поэтому здесь кроме чисто экономических причин коллапса СССР и то, что люди были голодные, злые, недовольные, было еще вот это. Я считаю, что раздражение от афганской войны и злоба людей в результате того, как коммунисты эту авантюру осуществляли, это был один из ключевых факторов разрушения публичной поддержки советской власти, который в итоге привел к ее краху. Ну, и следующий момент, это, конечно, фантастическая по масштабам международная изоляция, в которой СССР оказался после того, как принял решение ввести войска в Афганистан. Ну, вообще, вот у нас принято говорить прежде всего о борьбе с Соединенными Штатами, но реально против СССР в этой всей истории объединились вообще все, вообще все. Кроме стран Запада, которые категорически осуждали советское вторжение и даже бойкотировали Олимпиаду 80 в Москве, это был, во-первых, Китай. Китай активно поддерживал афганских моджахедов, мы сейчас чуть позже дойдем до этого, даже поставлял им оружие, которое, возможно, решило исход войны. И когда к власти пришел Михаил Горбачев, то со стороны китайского лидера Дэн Сиапина ключевым условием нормализации отношений с СССР и встречи на высшем уровне, одним из ключевых условий был вывод советских войск из Афганистана. И такая встреча Горбачева и Дэн Сиапина состоялась только в 89-м году, когда войска таки были выведены. Китай был один из явных, коммунистический Китай был один из явных сторонников афганских маджахедов, противников СССР и сторонников соответственно США. Они США воевали на одной стороне вот в этой всей истории. Понятное дело, что Пакистан был категорическим противником советского вторжения, но на самом деле противником был и Иран, который не оказывал явной поддержки суннитским маджахедам, но в целом Иран, как мы знаем, это страна, где доминируют мусульмане шиитского толка. Вот своих шиитов в Афганистане он тоже поддерживал, Иран тоже был против СССР. А давайте посмотрим, а кто вообще был за? Ну, единственное, кто вот вместе с Советским Союзом голосовал на международной арене, это вот марионеточное коммунистическое правительство Восточного Блока Восточной Европы, но не все. Например, Румыния и Николая Чаушеску, когда голосовался в Организации Объединенных Наций вопрос о резолюции по осуждению советского вторжения в Афганистан, Румыния не голосовала против, она вздержалась. Но, тем не менее, в основном, конечно, коммунистические лидеры Восточной Европы были послушны в отношении своих советских боссов, хотя, наверное, это было и все. То есть, нельзя было этого сказать об их народах, именно о жителях стран Восточной Европы, потому что примерно в то же время мы видели, как они активно выходили протестовать и бунтовать против советской оккупации. Самые яркие события этого плана, это, конечно, была Польша, протесты 1981 года и солидарность и введение военного положения там. Кстати, вот очень такой важный момент, есть версия, я вот, например, ее придерживаюсь, что полякам сильно повезло, что Советы увязли в этот момент в Афганистане, потому что в 1981 году стоял вопрос о вводе советских войск в Польшу, по аналогии с Чехословакией 1968-го и Венгрией 1956-го, чтобы усмирить те масштабные протесты, которые охватили всю страну. Но Советский Союз тогда войска в Польшу не ввел, есть дискуссия между историками, там, кто что предлагал и как развивалась вся драматургия событий по этому поводу, но я лично убежден, что если бы Советский Союз к 1981 году не увяз вот так по уши в Афганистане, то вполне может быть, что в Польшу советские танки все-таки вошли бы. Поэтому полякам здесь немного повезло, но короче говоря, мысль в чем, что Советский Союз сформировал против себя самую мощную коалицию наверное в истории. Конечно же еще одним ее серьезным участником были страны Персидского залива, Саудовская Аравия, которые активно финансировали афганских маджахедов и поставляли им оружие. Это вообще надо умудриться Саудовскую Аравию с ее злейшим противником Ираном объединить как бы в одной коалиции против СССР. То есть против СССР был весь мир. И это, конечно, было очень мощным ударом по советской системе, потому что, как мы вам рассказывали в прошлой передаче, в 70-е годы Брежнев и компания вложили огромное количество усилий в том, чтобы нормализовать СССР в мире, нормализовать к нему отношения, сделать Советский Союз не изгоем, а таким полноправным участником каких-то международных процессов. Была разрядка, все эти обнимашки с Никсоном, Хельсинские соглашения и все то, о чем мы вам рассказывали в прошлый раз. И вдруг это все вот просто оказалось спущенным в унитаз. И СССР стал в положение международного изгоя, в котором в общем, наверное, он никогда и не был со времен Второй мировой войны. И, конечно, с учетом вот ухудшающегося положения дел в экономике, было понятно, что мы так долго существовать не можем. Нам нужна какая-то нормализация с внешним миром. Поэтому это было очень важно, то, что это вторжение создало такой вот замкнутый круг полной международной изоляции вокруг СССР. Это был один из факторов, который советское руководство очень быстро заставило переосмыслить то, что они делали, начать думать и предпринимать какие-то шаги в сторону вывода войск из Афганистана. Но процесс оказался исключительно небыстрым. И вот мы сейчас поговорим о том, почему. Вот смотрите, здесь важно понимать, что фактически советские власти они рано поняли, во что они вляпались и что совершили катастрофическую ошибку. И они довольно рано начали предпринимать действия, в общем, чтобы договориться о каком-то выводе войск. Например, вот известная история о том, что когда в ноябре 82-го года умер Леонид Брежнев, то к нему на похороны приехал пакистанский диктатор Зия-Уль-Хак. Пакистан был не только ключевым противником СССР в этой войне, но и основным наземным плацдармом, собственно, с которого и работали вот эти вот моджахеды, которые боролись против советских войск. И тогда состоялась встреча на похоронах Брежнева. Состоялась известная встреча Зия-Уль-Хака с главой КГБ Юрием Андроповым и министром иностранных дел СССР Антолием Громыко. Фактически они тогда уже обсуждали начало вывода войск. И на самом деле переговоры на эту тему начались еще при Андропове уже в 83-м году. Вы можете погуглить, это вот так называемый Женевский процесс, который в итоге окончился Женевскими соглашениями 88-го года, собственно говоря, о выводе войск из Афганистана, когда этот вывод в итоге и начался. Но вот здесь важно несколько моментов. Первое, это то, что несмотря на то, что советская власть сразу поняла, что это никуда не ведущая авантюра, что войска надо выводить, сразу практически начала об этом переговоры, тем не менее этот процесс растянулся на 10 лет. Вот такая вот жуткая инерция советской системы, чтобы вы понимали, что при всем том, что даже вот вы можете например в дискуссиях политбюро в 79-м году о том вводить войска или нет, увидеть, что там подавляющая часть советского руководства говорила, что вообще лучше этого не делать. Будет трэш, ад, месив, мы там увязнем. Но тем не менее инерция системы была такая, что войска ввели и потом 10 лет не могли их вывести, хотя сразу поняли, что это надо делать и уже начали переговоры. Ну, здесь вот конечно возникает вот эта опять старая идиотская тема о спасении лица. Мы же не можем ввязавшись в какую-то дрянь сразу ее прекратить, потому что мы будем выглядеть лузерами. Мы не можем выглядеть лузерами, мы должны положить еще кучу народа, чтобы спасти себе какое-то советское лицо. Я просто сразу скажу, что я категорически противник вот этой логики. Если вы совершили ошибку, ее надо признавать и как можно быстрее исправлять. Попытка затягивать этот процесс, спасая свое лицо, приведет к тому, что у вас не будет ничего. Не лица, кстати, часто в том числе. Но, кроме этого, здесь вот еще такой один очень важный фактор. Это исключительно важно понимать в ситуации, когда нынешняя путинская Россия перешла вот к такой активной модели совать свой нос во все международные дела и лезть в разные страны, в том числе военным путем для того, чтобы расширять зону российского влияния. Вот смотрите, что произошло и почему мы так долго не могли вывести войска из Афганистана. Главный фактор. Потому что мы создали абсолютно нежизнеспособные марионеточные коммунистические правительства, которое держалось исключительно на советских штыках. И вот оно было главным препятствием все 80-е годы. Оно говорило, ребят, если вы выведете войска, то мы сразу рухнем, мы не сможем себя поддерживать, нас тут же свергнут. И это в общем так и было. То есть после того, как СССР войска вывел в 1989 году, ну этот коммунистический афганский режим продержался дай бог три года. В 1992 году он был сметен и к власти пришли вот те самые маджахеды, которые еще вчера вели партизанскую войну против СССР. Но даже надо понимать, что в принципе в 1989, когда советские войска из Афганистана ушли, да и на протяжении всех 80-х годов, СССР-то толком даже эту территорию не контролировал. Он контролировал процентов 20 территории Афганистана, в основном крупные города и транспортные коммуникации. Но тем не менее марионеточное коммунистическое афганское правительство просто шантажировало советскую власть тем, что говорило, ребят, если вы уходите, вы сразу потеряете все. Это фактически означает передать власть маджахедам, против которых мы так долго все воевали. И вот эта вся растяжка во времени была во многом связана с тем, что советская власть пыталась изобрести магический кристалл и сделать так, чтобы вроде как и уйти, но там осталось бы какое-то жизнеспособное правительство, которое было в состоянии само поддерживать себя и просто элементарно не рухнуть и не проиграть войну, не передать власть своим противникам. Этого магического кристалла они не нашли. В итоге решили на все плюнуть и просто все бросить и просто оттуда свалить. Вот таким образом все эти жертвы, все эти огромные траты, все это оказалось просто напрасно. И афганский режим в 92-м году, через три года после вывода советских войск, элементарно рухнул. Но вот здесь я просто еще раз хочу вас вернуть к тому моменту, что осознание того, что СССР ввязался в неприемлемую авантюру, оно пришло довольно быстро и шаги в эту сторону начали разворачиваться уже в начале 80-х годов. Были переговоры Андропова и Громыка с Зияульхаком, начался Женевский процесс, в итоге он завершился в 88-м году, в апреле, 14 апреля 1988 года были подписаны Женевские соглашения на самом деле между Афганистаном и Пакистаном, между коммунистическим правительством Афганистана и Пакистаном. Маджахеды формально не были участниками этих переговоров, но гарантами этих соглашений были Соединенные Штаты и Советский Союз, и вот через месяц в мае 88-го начался вывод советских войск, который закончился к февралю 89-го. После этого, как я говорю, вот эта коммунистическая афганская власть продержалась реально совсем недолго. То есть осознание пришло рано, но процесс этот занял так долго во многом из-за того, что мы возвращаемся к теме иллюзии создания вот этих буферных государств. Что происходит, когда вы пытаетесь в так называемом буферном государстве привести к власти марионеточное правительство, которое держится только на ваших штыках. Оно тут же, это правительство, превращается в вашего главного шантажиста. Еще раз вспоминаем всякие вот эти ДНР, ЛНР с этими Захарченко и Моторолами. Вспоминаем Башара Асада. Мы получаем классическую ситуацию, вспоминаем Мадуро, которому мы дали кучу миллиардов долларов, кредитов на поддержание его диктатуры. Получается классическая ситуация, когда вы пытаетесь силой, давлением, вооруженным вмешательством создать себе лояльное правительство, но это приводит к тому, что это правительство у себя дома страшно непопулярно, может держаться на ваших штыках только и начинает вас шантажировать тем, что вы не можете прекратить нас поддерживать, иначе вы потеряете контроль над этой страной. Вот если бы эта дрянь из Афганской Компартии, как она называлась, Народно-демократическая партия Афганистана, не шантажировала бы нас все 80-е годы, то вполне вероятно, что советские войска были бы выведены из Афганистана гораздо раньше. Но еще раз, как и во многих других местах, мы связались с поддержкой вот этого марксистско-ленинского коммунистического дерьма, которое проросло в 20 веке и фактически вот этим авантюристам из Афганской Компартии в общем принадлежит решающая роль в том, что Советский Союз увяз Афганистане так надолго, на целых 10 лет, хотя практически сразу пришло понимание, что ввели туда войска зря, это большая ошибка и надо как можно быстрее оттуда уходить. Конечно, несколько слов стоит сказать и о тех, кто противостоял СССР обо всех этих пресловутых моджахедах и роли Запада в этом всем. Надо сказать, что тогда, особенно после того, как к власти в Соединенных Штатах в 80-м году на выборах пришел Рональд Рейган, была очень популярна такая жесткая риторика и жесткая позиция по отношению к Советскому Союзу. Вообще, в принципе, доктрина Рейгана пресловутая, она заключалась в том, что надо поддерживать любые антикоммунистические движения, то есть главная проблема в мире, это коммунистические угрозы, и надо поддерживать любые движения для того, чтобы ей противостоять, вот какой ценой бы это не достигалось. Мы здесь, кстати, говорили с вами об этом, вот у нас была передача обнимашки с диктаторами о Латинской Америке, где я прямо говорил о том, что вот это вот некритическая поддержка американцами всяких вот разных уродов справа, то есть есть уроды слева, вот эти все марксисты-ленинцы, которые организуют коммунистические диктатуры, а есть уроды справа, которые организуют такие же диктатуры, но с таким знаком правого уклона, да, и, к сожалению, вот американская политика и в 70-е, и 80-е годы она строилась на том, что ради борьбы с мировым злом Советским Союзом и коммунизмом надо поддерживать вот любое антикоммунистическое дерьмо, которое только где-то проклевывается. Например, в Латинской Америке, пересмотрите нашу передачу, что это очень дорого обошлось всем и самим США, это привело к огромному росту до сих пор очень сильных антиамериканских настроений, то, что американцы поддержали там всяких диктаторов, мафию, убийц, наркокартели и так далее, да, и кроме всего прочего, вот такая же ситуация она происходила не только в Латинской Америке, но и по всему миру, да, все эти диктатуры были нежизнеспособны, они, как правило, рушились и, в общем, ничего хорошего на их обломках не возникало. На мой взгляд, это была большая ошибка Запада, то, что они линейно подходили вот к афганской войне и сделали ставку на некритичную поддержку вот этих маджахедов только потому, что они борются с Советским Союзом. Вот когда обсуждаешь там афганскую войну, ну, очень много таких настроений, что, а вот американцы сами же вырастили Асаму Бен Ладен, который тоже тогда участвовал в войне против СССР на стороне маджахедов. И, вы знаете, действительно, это правда. И я считаю вот такую некритичную поддержку маджахедов и вбухивание в них оружия и денег большой ошибкой, потому что, реально, из этого выросло нечто, что потом самой Америке создало огромное количество проблем. Все те же талибы, вся та же Аль-Каида, это все вот произрастает откуда. Вот из того движения, которое сформировалось в 80-е годы, как движение маджахеддинов за борьбу с советской оккупацией. И здесь даже, вот понимаете, Асама Бен Ладен, это как бы известный кейс, да, но есть гораздо менее обсуждаемый, ну, например, более важный кейс, например, вот любой там, любой текст, любой материал об афганской войне и позиции США скажет вам, что львиная доля, подавляющая часть американской и саудовской финансовой и военной поддержки шла такому достаточно известному в то время полевому командиру, которого звали, он до сих пор жив, его зовут Гульбедин Хикматияр. Это просто редкостный отморозок и ублюдок, каких вообще, вот не знаю, как земля таких носит, и самое интересное, что вот все аналитики, которые вот дискутируют об афганской войне, они сводятся к тому, что Хикматияр в меньшей степени занимался реальными боевыми действиями против советских войск, а в большей степени междуусобными разборками и вот столкновениями внутри самих маджахедов и реальной борьбой за власть и влияние. Известно его там противостояние с вот другим полевым командиром Ахмад-Шахмасудом, который был гораздо более успешен вот в реальной такой военной борьбе с советскими войсками, но Хикматияр атаковал и подставлял Масуда, и в общем был таким, просто он всегда вел себя как конкретный отморозок, да, но большая часть американской помощи почему-то шла Хикматияру, при этом Хикматияр всегда занимал агрессивно антиамериканскую позицию, например, вот известная история Рональд Рейган пригласил вот этих всех вождей-маджахедов в 86-м году в Белый дом, вот вы видите кадры, как они там встречаются, так Гульбедин Хикматияр отказался ехать на эту встречу, отказался принимать в ней участие из-за своей оголтелы антиамериканской позиции, более того, когда в Афганистане возникли талибы, в итоге это все кончилось тем, что Хикматияр объявил им поддержку, и сейчас с талибами активно сотрудничает и выступает на их стороне, это вот к вопросу о том, что американцы вырастили своей некритичной поддержкой и маджахедов, и Пакистану, на самом деле, Пакистан, его роль в этом конфликте исключительно негативная, потому что он смотрел на это все не просто через призму борьбы с советами и с коммунистами, Пакистан точно так же хотел сделать Афганистан своей такой вассальной зависимой территорией влияния, и вот то, что маджахедам предоставили территорию Пакистана как базу для экспансии против советских войск, это сыграло здесь решающую роль, то есть Пакистан, пакистанская разведка, пакистанская армия всегда считала маджахедов вот как бы своей такой подконтрольной силой, мы вас тут вырастили, выкормили, вот будем делать то, что вот, будете делать то, что мы вам скажем, кстати говоря, ровно так они относились и к талибам, и как раз экспансия талибов, которые в 96-м году захватили Афганистан и потом всему миру устроили ад с вот этими терактами 11 сентября и распространением террористической угрозы, талибы были выпистываны пакистанской военной разведкой, и Пакистан был одним из немногих государств, которые вообще режим Талибана признавал, поэтому вот, на мой взгляд, возвращаясь к теме о политике Запада, я считаю, что не только Советский Союз косячил во времена вот этого великого геополитического противостояния, я, конечно, считаю, что некритичная поддержка маджахедов была большой ошибкой Запада, ну вот, и, кстати, возвращаясь к военной составляющей конфликта, вот, есть такая популярная теория, что как раз, когда Рейган принял маджахедов в Белом доме и дал санкцию на поставку им стингеров, пресловутых ракет земля-воздук, в Советскую Авиацию, вот есть такое популярное мнение, что стингеры изменили ход войны. Многие военные аналитики на самом деле эту гипотезу очень серьезно оспаривают, потому что говорят, что Советы, во-первых, довольно быстро научили эти стингеры путать всякими отвлекающими целями, реально вот фактов какого-то резкого роста сбитой советской авиационной техники было не так много, и что в значительной степени вот по советской авиации работали прежде всего тяжелые китайские пулеметы. Мы возвращаемся к теме о том, что Китай наряду с США был одним из главных противников Советского Союза в этой войне. Таким образом, на мой взгляд, эффект стингеров был скорее психологическим, чем реально военным, но еще раз я хочу подчеркнуть, что, ребят, всякие диктаторы, отморозки, вот эти все вояки и солдаты удачи, это как бы всегда плохо, с какой стороны бы это ни было. И Советский Союз в любом случае потерпел бы в Афганистане поражение, потому что та коммунистическая власть, которую он там поддерживал, ну, она уже была понятна еще до начала Советского вторжения, и это было, собственно, причиной Советского вторжения, что во всей стране началась гражданская война, потому что люди были категорически против коммунистической власти и хотели ее свергнуть. И они бы ее в итоге, в результате, все равно свергли, но вот такое некритичное вбухивание денег и оружия вот в этих сомнительных персонажей маджахедов, которым занимался Запад, которым занимались страны Персидского залива и Саудовской Аравии, и, конечно же, Пакистан, это все в итоге родило им монстрика такого, который потом создал проблемы самим Соединенным Штатам. Я думаю, что здесь нет никакой проблемы обо всем этом открыто говорить, но, тем не менее, вот возвращаясь к началу, все-таки надо не забывать, кто был главный плохой мальчик в комнате, главный плохой мальчик в комнате это были вот эти вот афганские коммунисты, которые захватили власть в результате переворота, убили кучу народа, конфисковали землю, провели какие-то преобразования, которые просто привели к хаосу в стране и к началу полномасштабной гражданской войны. Воплощение марксистско-ленинских идей на практике на территории Афганистана привело вот к этому всему. Страна могла и не сползти бы противостояние, если бы не коммунисты, марксисты и ленинисты. И в общем Советский Союз вынужден был, вынужден или вот непонятно по каким причинам ввязался в эту авантюру ровно для того, чтобы прикрыть одно место полностью облажавшимся своим марксистским союзничком. Это был в общем такой не единственный случай, но самый тяжелый с точки зрения прямого военного участия СССР и с точки зрения последствий в том числе и для нашей страны и для всего мира. Итак, давайте подведем некоторые итоги. Я еще раз повторю, что несмотря на все свое огромное историческое значение, я считаю, что чисто экономически и финансово и точки зрения война в Афганистане не была причиной краха СССР и вообще не стоит в крахе СССР искать какую-то одну конкретную причину. СССР вообще был неженеспособен, он не должен был жить. То, что он протянул так долго, это, в общем, объясняет столько экстремальной атмосферы страха и принуждения, которые насаждала советская власть, но он должен был рано или поздно рухнуть. А вот такие вот авантюры были неизбежным следствием оторванности советской власти от своего народа. Они считают, что им все можно, что народ для них расходный материал. Захотели вторглись туда, захотели вторглись сюда и, в общем, никого не спрашиваем. Вот афганская война научила советскую власть очень жестокому уроку, что вот такие, такого рода военные авантюры, они способствуют полной международной изоляции, не решают ни одной из проблем, затягивают страну только в воронку новых трудностей. И даже еще до прихода Михаила Горбачева, как я уже рассказывал вам попытки начать поиски выхода из Афганистана, они уже начались при Андропове сразу после смерти Брежнева. Но вот здесь вот такой важный момент, что у нас, вот когда мы говорим, например, о перестройке Михаила Горбачева и смене внешнеполитического курса на новую волну разрядки с Западом, мы как-то часто это обсуждаем через призм вот просто личности Михаила Горбачева, что он просто такой сам по себе был, вот он пришел к власти, захотел провести какую-то демократизацию, какие-то реформы, потепление с Западом и так далее. Вот Афганская война нас учит очень важному уроку, что это было все не случайно, что вот этот курс на потепление с Западом, скорее всего, я думаю, что это можно довольно точно утверждать сейчас после прошествия всех этих лет, он был прямым результатом переосмысления того, что СССР натворил со вторжением в Афганистан, переосмысления вот этой внезапно возникшей резкой конфронтации с развитым миром. Советские власти поняли, что они не в состоянии это вот такое жесткое конфронтационное противостояние выиграть, что ситуация оборачивается против них, поэтому я абсолютно уверен, что вот этот запрос на замерение с Западом, чемпионом которого стал Горбачев, он был вполне естественный, он уже зрел в недрах, зрело понимание, что мы перекосячили, что надо отматывать назад, что вот та политика разрядки и потепления с Западом, которая была в 70-е годы, это что-то гораздо более клевое, приятное, лучше бухать с Никсоном, чем готовиться к ядерной войне. И в этом плане то, что начал делать Горбачев, еще раз, это было скорее естественным ходом истории. Если был бы не Горбачев, я уверен, что другие более молодые коммунистические правители, они неизбежно бы пришли к власти, потому что старых уже больше не осталось, просто всех покосил возрастной фактор. Так вот, любое более молодое поколение советских руководителей скорее всего очевидно предприняло бы какие-то шаги по замирению с Западом, потому что дальше это уже было невозможно. То есть проблемы становились чересчур серьезными. Таким образом, возвращаясь к глобальным всем вещам, скорее всего перестройкой и потеплением с Западом, которые начал Горбачев, это была такая естественно возревавшая вещь, а не только обусловленная какими-то там особенностями личности Михаила Сергеевича, ну и вот о Западе, его роли в афганской войне я хочу сказать. Хотя, конечно, СССР добился впечатляющих, как у нас говорят, Путин опять всех переиграл, СССР добился впечатляющих геополитических в кавычках успехов, потому что этой войной настроил против себя решительно весь мир, но на самом деле здесь вот важно понимать, что действия стран Запада тоже были достаточно критикуемы, вот еще раз они фактически вырастили вот это хорошо вооруженное обученное террористическое подполье, которое потом стало терроризировать весь мир. Это вот была их политика некритичной поддержки моджахедов. Кстати говоря, вот эта ошибка, на мой взгляд, она на Западе открыто осознается. И она, в общем, стала причиной довольно серьезного смещения и смены внешнеполитического курса, вот в частности в 90-е годы при Билли Клинтоне, когда вот эта такая силовая рейгановская политика борьбы с глобальным коммунизмом любой ценой все-таки очень серьезно поменялась на цивилизованное участие Америки в мировых делах. Клинтон был в общем основным носителем этих идей в 90-е годы и впоследствии даже какой-то временный возврат консерваторов к власти в лице администрации Джорджа Буша ну они там тоже много накосячили с войной в Ираке и так далее но он в принципе вот этот вектор не смог развернуть то есть уже к такой некритичной политике Киссинджера или Рейгана по поддержке любой дряни лишь бы она была против коммунистов такого прямого возврата в общем уже не было и это очень важно это важно чтобы люди в том числе в западных странах вот над этим задумывались что далеко никогда цель не оправдывает средства и что вот эта рейгановская политика борьбы с коммунизмом путем поддержки всяких разных гадов что в Латинской Америке что в Азии она привела к тяжелым последствиям в том числе и для самих США в Америке на эту тему идет большая дискуссия это тоже вот предстоит много лет переосмысления всех этих альянсов с разными диктаторами будущими террористами и так далее ну а собственно мы вот здесь рассказывали вам о том как развивались события с вторжением Советского Союза в Афганистан и какие последствия афганская авантюра принесла Советскому Союзу это Владимир Милов спасибо что подписались на мой канал и я рад что вам нравится вот этот наш новый цикл о том как разваливался Советский Союз глазами очевидца я помню все эти события в том числе конечно же и помню все наши разговоры про афганскую войну и я сам теоретически мог вполне на нее загреметь но вот это не случилось благодаря тому что Горбачев все-таки войска из Афганистана вывел рассказываю вам честно без прикрас с цифрами и фактами в руках о том что происходило в последние годы жизни Советского Союза конечно же мы вот этот цикл для вас продолжим и у нас есть уже определенные идеи о чем снимать следующие передачи но я всячески приветствую ваши пожелания пишите мне в личку пишите в комментариях о чем вы бы хотели поговорить мы скоро с вами увидимся обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик для того чтобы вам приходили уведомления о новых видео огромное спасибо всем кто нас спонсирует то что мы можем продолжать выходить в эфир и делать для вас эти ролики это прямое следствие того что у нашего канала вот уже несколько сотен спонсоров и мы можем финансировать вот всю работу по производству этих видео монтажу и так далее еще раз спасибо всем присоединяйтесь к нам вот если вы хотите смотреть все это дальше спонсорская кнопка прям под видео если вы ее не видите то дальше внизу есть ссылка в описании к видео на то как стать спонсором нашего канала кстати у меня просьба и ко многим спонсорам которым мы должны там прислать определенные бонусы которые вот обязались по условиям нашего договора и кстати к тем кто задает нам вопросы в том числе мы вот проводим тут периодически конкурсы разыграем книжки ребят реагируйте на обратную связь не все из вас кто например подписался на спонсорство сообщили нам свои адреса куда там присылать вам открытки и всякие разные другие смешные штуки пожалуйста ответьте нашим ребятам обозначьтесь ну и еще раз спасибо всем кто наш канал спонсирует еще раз Владимир Милов цикл передач о том как разваливался Советский Союз глазами очевидца подписывайтесь смотрите скоро увидимся с вами снова ура хо мы удовольствуем Продолжение следует...